Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Цитата Константина Эдуардовича Циолковского. Центр космонавтики и авиации приветствует вас. Меня зовут Романенко Денис и сейчас мы проведем для вас онлайн-экскурсию планеты Солнечной системы. Изучение других планет Солнечной системы всегда будоражило умы различных ученых. Но американцы 3 марта 1972 года отправили к другим планетам Вояджеры и Пионеры. Но это не просто были автоматические межпланетные станции, на них было размещено кое-что интересное. На них разместили такие пластинки, в которых отобразили, что мы, люди, знаем о состоянии атома водорода, что мы делимся на мужчин и женщин, мы понимаем физику, математику, а также мы любим искусство. И возможно, если какая-нибудь внеземная цивилизация вдруг обнаружит Пионер, Вояджер, то постарается выйти с нами на связь. Но не с этого начиналось у нас покорение Вселенной. Для начала мы отправляли автоматические межпланетные станции к Луне. В 1966 году Советский Союз вновь ошарашил весь мир. Автоматическая межпланетная станция Луна-9 впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. И не просто осуществила эту посадку, а сделала панорамную видео- и фотосъемку. Именно тогда стало понятно, что поверхность Луны на самом деле твердая. Ну а чуть позже, в 70-е годы, к Луне отправляли автоматические межпланетные станции под индексом 16 и 17. 16-я станция, она взяла пробы лунного грунта и отправила их обратно на Землю. 101 грамм лунного грунта вернулся на Землю для изучения. Но, к сожалению, как оказалось, жить на Луне просто-напросто невозможно. В 70-м году Советский Союз доставляет на поверхность Луны автоматическую межпланетную станцию Луна-17, которая доставила туда луноход. Луноход-1 провел на поверхности Луны более 300 земных суток, прошел 10,5 километров, и при помощи лунохода даже удалось измерить точное расстояние от Земли до Луны, которое равняется 384 тысячам километров и 400 метров. Советские мужчины сделали кое-что интересное. Они поздравили советских женщин с 8 марта, нарисовав на Луне цифру 8. Надо сказать, что руководству проекта эта затея не понравилась, и мужчин, мягко говоря, не похвалили. И после этого женщин с 8 марта с поверхности Луны уже никто и никогда не поздравлял. Одна из теорий гласит, что жизнь на Земле могла сформироваться благодаря различным небесным телам, в том числе и кометам. У меня над головой находится макет кометы Чурюмова и Герасименко. Чем же так интересны кометы ученым? А тем, что они могут переносить различные биологические материалы. В 2004 году к комете была отправлена автоматическая межпланетная станция «Розета», которая осуществила мягкую посадку на поверхность кометы в 2014 году, передав огромное количество интереснейшей информации для ученых. В 1959 году автоматическая межпланетная станция «Луна-3» не просто облетела наш естественный спутник с Земли, она сделала фотографии невидимой стороны Луны. Дело в том, что с Земли мы никогда в жизни 40% Луны заметить не сможем. И когда станция передала фотографии на Землю, а Советский Союз их опубликовал, один французский винодел Анри Мер проиграл спор, который сам себе и навязал. Он очень любил любоваться звездным небом, и как-то он сказал, «Никогда человек не увидит невидимую сторону Луны, а тот, кто мне ее покажет, я подарю ему тысячу бутылок своего лучшего шампанского». После публикации фотографий Советским Союзом Анри Мер оказался человеком слова. К берегам страны Советов подошел теплоход, полностью груженный французским шампанским. И Сергей Павлович Королев получил три бутылки. 12 февраля 1961 года к Венере была отправлена автоматическая межпланетная станция «Венера-1». Ученые при помощи этой станции хотели получить хоть какую-нибудь информацию об атмосфере Венеры. Но ничего не получили, потому что «Венера-1» совсем немножечко промазала. Пролетела на расстоянии 100 тысяч километров мимо планеты и вышла на околосолнечную орбиту. Но уже в 70-х годах Советскому Союзу удается осуществить мягкую посадку на поверхность Венеры. Тогда весь мир узнал, что у Венеры очень агрессивная атмосферная среда. Атмосфера состоит в основном из уклекислого газа, температура достигает 500 градусов, а давление в 100 раз превышает наше земное. Хоть Советский Союз и отдавал предпочтение в изучении Венеры, но все-таки он не забывал и про Марс, о котором мечтал Сергей Павлович Королев и его друг Фридрих Артурович Цандер, кстати, который просыпался с утра с девизом «Вперед на Марс!». За моей спиной можно увидеть автоматическую межпланетную станцию «Марс-1». В 1971 году она не только осуществила мягкую посадку, она доставила на Марс первый марсоход в мире. Это был марсоход Советского Союза. Он прыгал как лягушка, правда проработал совсем недолго, всего лишь несколько секунд, и какой-либо полезной информации на Землю не передал. 14 миллиардов лет назад произошел большой взрыв. Исходя из этой траектории, наша Вселенная начала бесконечно расширяться. Было выброшено огромное количество водорода, кремния и совсем немножечко гелия. Ну а потом под силой гравитации начали образовываться планеты, в том числе и наша с вами родная планета под названием Земля. В центре космонавтики авиации можно найти выставку, которая называется «Наука о космосе». И здесь более подробно рассказано о том, что же произошло 14 миллиардов лет назад. Но если вы вдруг захотите почувствовать, как же различны по массе, допустим, наша планета Земля, вот этот маленький шарик, который очень легко здесь поднимается, и Юпитер, газовый гигант, который поднять уже крайне непросто, то обязательно приходите в Центр космонавтики авиации и почаще обращайте внимание на небо. Там сейчас прекрасно можно наблюдать за Венерой, Луной, и даже если посмотрите расписание в интернете, то сможете увидеть пролет Международной космической станции. Субтитры создавал DimaTorzok